МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Солшского федерального округа еще на стадии организации собрал представителей 15 регионов и автоматически расширил свою географию. В эфире расширенный репортаж о соревнованиях. Десять-три. Вторая подача на серовой. Спортсменов из 15 регионов принял Кумертау на втором открытом кубке Приволжского федерального округа по настольному теннису для слепых. Лучших выявляли в течение трех игровых дней на двух площадках в здании БРГ номер 3 и кинотеатра «Горняк». В соревнованиях такого уровня многие приняли участие впервые. Однако были и опытные спортсмены. Мы пока молодые, мы только начинающие. У нас в городе появился стол относительно недавно, это с марта месяца. А тренеров, как таковых, очень мало выпускается. Поэтому тренеры у Москвы, то есть мы тренируемся сами. Турнир очень сильный. Ребята играют молодые, новые. И играют совершенно уже в другую игру, более быструю, более интересную. Поэтому молодым дорога, как говорится. Игра стала сильнее. Я уже года четыре занимаюсь. То есть с тем годом, если сравнить, то игроки стали сильнее. То есть по сегодняшним соперницам уже сложнее выигрывать, чем в прошлом году. По правилам адаптивного настольного тенниса, спортсмены независимо от степени нарушения зрения надевают свето-непроницаемые очки. Играют до трех сетов, каждый по пять минут. За прямое попадание в лузу начисляется два очка. За аут, касание поля свободной рукой или попадание в центральный борт по одному штрафному очку. Непосредственно соревнования были начаты за день до официальной церемонии открытия. Для того, чтобы успели сыграть все участники, поскольку желающих набралось достаточно. Вышло даже так, что названный окружным турнир в Кумертау фактически перерос свой статус. Участие в нем приняли и представители других округов. На открытии соревнований их приветствовали официальные лица от имени городского округа и республики в целом. Мы поддерживаем спорт в городе Кумертау. У нас строятся объекты спортивные, у нас строится ледовая арена, мы реконструируем лыжеродженную трассу, но мы особое внимание уделяем адаптивному виду спорта. Мы заключили соглашение с Министерством спорта и молодежной политики именно на развитие опорных видов спорта. Сегодня в рамках этого соглашения мы проводим прекраснейшее мероприятие. Я хочу сказать, что прекраснейший турнир, открытый турнир Приволжского федерального округа. Я хочу сказать, что мы единственный город в республике Башкортостан, который проводит такой турнир. Во-первых, надо сказать большое спасибо энтузиастам этого вида спорта. У вас появились люди, которые могут это организовать, которые могут подготовить. Благодаря вот таким инициативным людям развивается весь спорт не только адаптивный, но и вообще весь спорт на этом держится. На второй день соревнований спортивные баталии продолжались до позднего вечера. В результате кумертауским спортсменам удалось выйти в финал как в женском, так и в мужском разрядах. Разыграли золото в воскресенье в кинотеатре «Горняк». В качестве болельщиков на финале собрались сами участники, любители этого вида спорта и официальная делегация. Хотелось бы, чтобы прописка этого вида спорта в республике получила еще более массовый характер. И не только в Кумертаву, а во всех городах и районах, которые могли бы это кульдивировать. Для меня, допустим, важно, чтобы это было не менее хотя бы 10-15 городов или районов. То, естественно, будет формироваться наша сборная команда. И эта сборная команда при республиканском бюджете будет иметь полное финансирование и готовится к любым российским и международным играм. Помещение кинотеатра выбрали из-за хорошей звукоизоляции, поскольку во время розыгрышей спортсмены ориентируются исключительно на звук звенящего мяча. В итоге у женщин уверенную победу в двух сетах одержала Эльвина Насирова из Кумертау, у мужчин — Владимир Поляков из Тверской области. В целом от турнира впечатление замечательное, потому что уровень у нас год от года растет. Данный вид спорта, он сравнительно новый в России. Мы вот уже сколько, года четыре, наверное, играем активно. И вот год от года все сильнее и сильнее соперники, все больше и больше регионов, и становится все интереснее и интереснее. Да я даже не знаю, как, ну, счастье, радость, веселье. Все-таки второй раз, первое место занять — просто шикарно. Я победитель. Не остались участники чемпионата и в стороне от проблемы паралимпийской сборной страны. На церемонии закрытия кубка участник паралимпиады в Турине Владимир Казаков зачитал обращение в поддержку сборной. Под документом подписались все участники турнира. Письмо передали директору Центра спортивной подготовки Башкортостана Евгению Емельянову. Он пообещал, что зачитает обращение на ближайшем исполкоме паралимпийского комитета. Что же касается и Львины Насировой, то ей теперь предстоит защищать честь республики и страны на чемпионате Европы. Готовить ее будет, как и прежде, тренер Павел Сафонов. В чем секрет? Во-первых, в тренировках она постоянно занимается на протяжении уже трех лет. Четырех даже лет. И она уже трехкратная чемпионка России и один раз серебряная призерка была. Владимир Антошкин, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В минувшее воскресенье город отмечал День шахтера. Праздник исторически важный для кумертаусцев, ведь его первостроителями были угольщики и горники. В этот день на площади Советов состоялся концерт и стартовала акция «Кумертаус шахтерский». Праздничное мероприятие посетили ветераны и герои труда. Они смогли услышать песни военных лет, встретиться со знакомыми, друзьями и вспомнить прошлое. Раис Буранбаев проработал на брикетной фабрике, в общей сложности 17,5 лет. По его словам, вспоминается о тех временах только хорошее. Работали дружно, интересно было работать. На работу как-то легко шли, с удовольствием работали. День шахтера обычно на стадионе все время, праздник же был хороший, соревнования и концерты все время. На стадионе все время это вот это помню. Вместе с концертом на площади проходила акция Кумертау-Шахтерский, где каждый мог записать известные ему персональные данные о первостроителях, своих родных и близких, работавших на предприятиях при строительстве города, в книгу памяти. Акция была организована для увеличения архивных данных в преддверии двух юбилеев, исполнения поселку Шахтерский через год 70 лет и 65 лет города Кумертау через два года. Валентина Солдатова приняла участие в акции, внеся в архив данные о своей маме, работавшей на Кумертауском разрезе с 1961 года, и о своем соседе, почетном шахтере, Башкирской АССР Тихоне Бигбаеве, проработавшем на городском предприятии машинистом роторного экскаватора. В продолжении концерта гостей мероприятия поздравил Юрий Куров, заместитель главы администрации по строительству ЖКХ и инфраструктуре. Также он вручил благородственные письма за заслуги и достижения работникам предприятия «Башкир-уголь». Хочу поблагодарить вас за тот труд, за ту самоотверженность, которую вы проявляли в самые тяжелые послевоенные годы. Хочу пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, будьте счастливы, чтобы жизнь и город вас радовали. О предприятии «Башкир-уголь» были сотрудники, отзываются с большим теплом. Сергей Медведев проработал в организации 7 лет и с удовольствием вспоминает о том, как благодаря этой работе в командировках сумел увидеть почти весь Советский Союз. Очень хорошее воспоминание именно про те 7 лет, которые я работал в «Башкир-угле». Очень дружный, защелный коллектив, который поставил меня на ноги, меня определил уже в жизни. Очень жалко, конечно, что сейчас он мог расформироваться, но тем не менее. Многие из тех, кто работал на городских предприятиях, уезжали из Кумертал по различным причинам. Надежда Ветрова, закончив Кумерталский горный техникум, по распределению попала на брикетную фабрику, а после, через 4 года, была направлена от предприятия «Башкир-уголь» в Горный институт в Ленинград, но не вернулась в Кумертал, выйдя замуж. А сейчас старается чаще бывать в городе, навещая маму. Она работала диспетчером ТСО, это дробильно-сортировочное отделение. А я разбыхаю, это сушильный прессовой корпус. Там уголь идет, его сушат, и уже брикет готовый отправляем. Не знаю, мне так нравилось работать, я прям вот знакомых не вижу, потому что, знаете, уже много лет прошло, мы-то уже состарились уже, а молодых я никого не знаю. Я когда приехала сюда очередной раз, и увидела, что брикетный нет, плачать хотелось, чувствую себя. Завершилось мероприятие ярким и красочным выступлением детского творческого коллектива. Не танцуй, это слишком круто, не танцуй, это слишком круто. Просто не танцуй, взрослый, стой и не танцуй. Просто. Ты можешь делать потише, я все равно это слышу. В природном парке Мурадымовское ущелье состояла встреча представителей общественной организации АКИНЛР. Это объединение создано для участия башкирских женщин в местном самоуправлении и охватывает несколько территорий муниципальных районов городских округов Республики Башкортостан. Сравнительно новая, существующая всего два года общественная организация АКИНЛР собрала своих представителей для проведения семинара в неофициальной обстановке в необычном, но красивейшем месте Республики Мурадымовском ущелье. Здесь встретились участники клубов из 16 районов и городских округов южной зоны Башкортостана. Сегодня такой красивый день. Мы приехали на собрание клуба АКИНЛР. Встретили много знакомых и очень порадовались этому. Сейчас планируем позавтракать. Здесь очень красивая природа. Смотрим и не можем налюбоваться. В своей деревне мы представляем клуб АКИНЛР. Здесь знакомимся с представителями организаций из других районов, общаемся, рассказываем друг другу о достижениях и планах, о проблемах. Приехали с целью обменяться опытом. Основными целями и задачами общественной организации АКИНЛР являются воспитание молодежи в лучших традициях, пропаганда здорового образа жизни, укрепление семьи и, самое главное, сохранение национальной самобытности. Поэтому все представители общества прибыли на встречу в башкирских национальных костюмах и привезли с собой различные текстильные изделия, созданные своими руками, для того, чтобы показать свои умения и поделиться опытом. Издавна моей бабушке, прабабушке, моя мама была прекрасной рукодельницей, которая научила нас с детства всему тому, что она сама умела. Вот и шали, которые мы вяжем, эти тоже я привезла сегодня. Значит, для дома, в старину, все делали и украшали, чтобы в доме было уютно и красиво. На импровизированных выставочных площадках творческие коллективы районов приветствовали гостей семинара башкирскими национальными песнями. Эта встреча является большим вкладом в процесс сохранения башкирского национального достояния. Чтобы поддержать эту деятельность, мы приехали сегодня сюда с целью дарить людям свои песни, чтобы прививать любовь к родному башкирскому языку. На встречу также прибыли почетные гости из столицы, руководители общественных организаций, творческие деятели. Они прошли по созданным районам и площадкам. Представители клубов Ак и Нейлер встретили их подготовленными вокальными номерами и рассказали о своих достижениях в общественной деятельности. Далее по программе состоялся семинар. Открыл его традиционным прочтением молитвы Мула, благословив мероприятие на успешные дела. Для гостей встречи выступили творческие коллективы Дома культуры села Мраково. Дома культуры села Мула, Выступать на таком большом мероприятии, где собралось так много представителей районов и городов республики, для нас большая честь. И наша этно-рок-группа «Байэмбет» считает своей обязанностью принимать здесь участие для поднятия башкирского духа, поддержания культуры и традиций. И когда мы поем, играем, кажется, что нам неплохо удается вдохновлять. После концертной программы мероприятия главы организации АКНЛР со всех 16 районов были приглашены для обсуждения проблем и вопросов, накопившихся у них за время общественной деятельности в женских клубах. В своих выступлениях они рассказали о развитии башкирской национальности в муниципалитетах. Мы такие же башкиры, как вы, родились в деревнях. Так же, как и вы, живем в своем городе ради сохранения языка, родины, национальности. Несмотря на то, что в Кумертау проживают всего лишь 16% башкир, работаем и живем мы дружно, как семья. Можно сказать, что каждый знает друг друга. В нескольких наших образовательных учреждениях дети углубленно изучают башкирский язык. Это школа номер 13 имени Мухаммеда Искужина, башкирская гимназия номер 3, а также РПЛИ. Является центром, выпускающим башкироязычных специалистов. Таким образом, мы в Кумертау, так же, как и вы, в своих муниципалитетах живем ради сохранения нашей национальности и языка. Все представители районов подготовились к встрече. Чтобы привить любовь молодого поколения к семейным ценностям и заинтересовать их историей башкирского народа, участники клубов АК и НЛР приготовили ряд национальных представлений. Одним из которых стал показ мод – башкирской одежды в современном стиле, но не нарушающей религиозные каноны. А творческий коллектив другого района представил обряд встречи невесты со всей национальной атрибутикой и в старинных традициях. С напутственными речами к представителям общества АК и НЛР выступили почетные гости из столицы. Каждый из них поблагодарил женщин за их успешную, полезную общественную деятельность и отметил важность всех их достижений в сохранении национальных ценностей. Только государственными учреждениями сохранить традиции родного края и родного языка невозможно. Если каждый человек на своей родине ради народа не будет трудиться, то вряд ли такую национальность ждет будущее. Сегодня я вижу, вы здесь говорите о деятельности организации с горящими сердцами и заинтересованными глазами. Пока есть такие женщины, как АК и НЛР, наш язык всегда будет жить, расти и развиваться. Кроме районных творческих коллективов, на мероприятие выступили приглашенные столичные артисты. Я очень довольна, я очень благодарна голове Куварщинского района. Он вообще очень отзывчивый человек. Самое главное, он понимает, что такие мероприятия помогают работе. Не только же экономика, не только уборка. Сначала надо дух поднимать человека, настроение поднимать. Потом только работу надо требовать. Так ведь? В завершение мероприятия самые активные представители клубов АК и НЛР были награждены председателем организации Гульфиёй Янбаевой благодарственными письмами за достижения и успехи в общественной работе. Такие встречи очень нужны и важны для нашего народа, чтобы поднимать дух и даже улучшать самочувствие. Работа нашего общества охватывает различные направления. Сегодня мы познакомились с другими женщинами организации из других районов, поставили себе новые цели и с вдохновением планируем работать дальше. Очень много полезного мы сегодня узнали. Мы только-только начинаем в городе Кумертау. Два года существует эта организация, и мы сегодня полностью слушали, перенимали их опыт. И думаю, что полезного очень много услышали. В такое прекрасное время года совещание для всех нас, организованное Гульфиёй Янбаевой, стало очень продуктивным. И теперь, вернувшись в Кумертау, мы поделимся всей полезной информацией со всеми женщинами нашей организации. Здесь мы вдохновились и набрались сил для того, чтобы в своем Кумертау, в клубе «Ак-Ин-Эляр» начать новые дела и продолжить начатые. В общем, остались под большим впечатлением. А закончим спортивной новостью. В воскресенье, 29 августа, стадион «Шахтер» принял футбольный матч. В рамках открытого первенства Башкортостана футбольный клуб Кумертау сразился с командой из города Белебея. К сожалению, наши ребята потерпели поражение со счетом 1-0. Подробности далее. Солнечная погода и позитивное настроение людей. Так встретил Кумертау гостей из Белебея. Принципиальный матч между южной и западной командой ожидалось с особой интригой. Ведь на кону выход в первую лигу. Несмотря на то, что наша команда играет во второй лиге, все же находятся настоящие любители футбола. И у каждого свое мнение. К сожалению, болельщиков очень мало. К сожалению, поле, качество поля очень плохое. Его надо же делать. И сегодня вообще стадион не тот, стадион, который был хотя бы 15-20 лет назад. Хотелось бы, конечно, чтобы администрация или кто-нибудь откликнулся к этому вопросу. И все-таки бы сделали для нашей молодежи прекрасный центр. Честно скажу вам, ездим много по России. Вот такого комплекса стадиона, как в городе Кумертау, ни у кого нет. Теперь непосредственно к футболу. В начале первого тайма команды начали осторожно, присматриваясь друг к другу. Пару ударов в хозяев створ ворот соперника результата не дал. И здесь сыграла футбольная поговорка. Не забиваешь ты, забивают тебе. На 35-й минуте гостья забивает довольно курьезный гол. Счет 1-0 в пользу футбольного клуба Белебей. После этого Кумертаусцы прибавили в атаки. Где наибольшее количество проблем соперникам доставляли наши нападающие. Стоит отметить, что в середине первого тайма судья не ставит в ворота Белебея. Довольно спорный 11-метровый штрафной удар за игру рукой защитника. Также забегая вперед, хочется сказать, что в середине второго тайма судья не защитывает взятие ворот гостей, рассмотрев в голевом моменте положение вне игры. Ну это на усмотрение судей. Судья я не видел или я не знаю, за него не буду говорить. Как бы люди говорят, что гол мы забили, как бы справедливый гол. Но здесь судьи все решают. Ошиблись судьи. Может, я не знаю, закрыли глаза на это. Ну ладно, игра игрой, как бы мы свои моменты не забили. Сами виноваты, будем работать. Второй тайм вновь начался с голевого шанса наших ребят. Буквально за 10 минут создали пару-тройку достойных моментов. Однако вратарь гостей выручил партнеров. Футбольному клубу Кумертау пришлось играть в открытый футбол, идя всей командой в штрафную гостей. В конце матча наши создали опасную атаку. Полузащитник прошел по флангу и прострелил в штрафную. Но нападающий не смог замкнуть. Матч так и завершился со счетом 1-0 в пользу команды гостей. Футбольный клуб «Белебей» одержал волевую победу. Сложная была игра, конечно. Но мы боролись как могли. В принципе, это... Мы посильнее можем играть. Просто, в принципе, дорога сложная была. У нас машина сломалась. Пришлось другую ждать. Мы в дороге были около 5-6 часов где-то. Вот из-за этого, в принципе, сложно было. Конечно, чуть не хватило сил. Как бы всю игру вели-вели. Одна ошибка и проиграли. Конечно, сами ошиблись. Сами виноваты. Но еще как бы ничего не потеряно. План на следующую игру. Но также будем атаковать в «Белебее». Не будем скованно, как они, как бы, играть. Я думаю, мы там должны выиграть. Через неделю состоится ответный матч в городе «Белебей». Итог следующей игры выявит победителя в этой полуфинальной паре. И даст путевку в финал. Ну, скорее всего, в финале нам, если все пойдет хорошо, мы надеемся все-таки на победу. В финале там уже практически ждет команда футбольный клуб «Стерльтамак». Хороший с нашим знакомый, который нас обыграл на юге уже два раза. Она практически после вчерашнего дня, после вчерашней победы, обеспечила себе выход в финал. Пожелаем нашей команде успехов в следующем матче. Город очень соскучился по профессиональному футболу. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». На этом наш новостной эфир подошел к концу. Оставайтесь на телеканале «Арис», и вы сможете принять участие в теледебатах, задав вопрос кандидатам по телефону прямой линии 226-99. Напоминаю, прямой эфир в 19.30. Ну, а я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова